Дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами доктор Посхов. И читаю я вам лекцию на этот раз про пролапс метрального клапана. Как и другие лекции, она основана на самой современной литературе, что я нашел. Прошу заметить, что все на моем канале, разве что за исключением кулинарных рецептов, все предназначено для специалистов. Вот и эта лекция для терапевтов, функционалистов, в общем врачей нехирургических специальностей, для студентов тоже. Если вы нашли мою лекцию в открытом доступе, это значит, что в ней не все, она не полная, можно сказать демонстрационная, но информации все равно много, кому-то может быть и хватит. Ну а о полных лекциях я сообщу в самом конце этой записи. Как я сообщал, в прошлой лекции имеется два вида существенно отличающиеся по механизму метральной регургитации. Вторичная и первичная. Вторичная связана с геометрией полостей левого сердца, а первичная с изменениями структур клапанного аппарата. Наиболее распространенной причиной первичной регургитации является пролапс метрального клапана. С другой стороны, пролапс метрального клапана может быть и вовсе без регургитации, но при этом все равно иметь довольно существенное клиническое значение. Таким образом, если мы будем рассматривать клапанную болезнь в порядке стеноз регургитации, стеноз регургитации каждого клапана, то можно упустить важную информацию. В общем, имеет смысл рассмотреть тему просто пролапс метрального клапана. Немногие заболевания вызвали такой интерес и были причиной дискуссии и даже споров за последние сто лет, как гибкий метральный клапан И или его пролапс. Знаний накопилось очень много. По всей видимости, представления о болезни будут продолжать дальше как-то развиваться и это нужно учитывать, ведь я записываю свою лекцию в январе 2022 года и хотя для лекции я использовал самые передовые литературные сведения, накопление данных в этой области все-таки довольно-таки стремительное. Таким образом, если вы смотрите это, например, в 1925 году, то, скорее всего, я добавил к этой лекции кое-что еще. Распространенность гибкого метрального клапана и его пролапса известна не до конца. Нужно сказать, что самые ранние исследования, которые были сосредоточены на аускультативных явлениях и аутопсии, находились, в общем-то, в согласии. А вот сразу после появления эхокардиографии в М-режиме заключение пролапс метрального клапана стало очень популярным. Я помню времена, когда вдруг в моем городе появилось огромное количество пациентов с пролапсом метрального клапана и почему-то популярен был диагноз у допризывников, несмотря на то, что чаще все-таки он у молодых женщин. Ну вот если ориентироваться на мировую литературу, можно узнать, что во фрамингемском исследовании частота ПМК поначалу доходило до 17% действительно вот среди молодых женщин, а в среднем процентов 5. Однако, потом определения ПМК пересмотрели, решив, что о его наличии стоит говорить, когда систолическое смещение створки при парастернальном изображении по длинной оси превышает 2 мм. Здесь ключевое понятие – систолическое смещение. Вот пример. Створки смещены в левое предсердие. Распространенность при таких условиях стала 2%. Ну, в общем, гибкий метральный клапан, его пролапс относительно распространены среди населения в целом. В прошлых лекциях я дал не все представления об анатомии метрального клапана. Если говорим о пролапсе, нужно знать кое-что ещё. Давайте немного повторим. Итак, есть створка метрального клапана, которая крепится к фиброзному кольцу с одной стороны и к сосочковой мышцы с другой, посредством сухожильных хорд первичных и вторичных. Про первичные и вторичные, кажется, я ещё не говорил. Теперь взглянем на вид сверху. Довольно схематичный срез по кольцу метрального клапана. Это ясно-ортальный клапан, это левая коронарная артерия, фиброзные треугольники. Давайте ближе к клапану. Это передняя комиссура, это задняя. Поскольку линия смыкания не доходит до кольца метрального клапана приблизительно на 5 мм, то нет явной линии раздела между задней и передней створкой. Ещё один момент – ножка пучка гиса. Тут надписи уже много накопилось, но обратите внимание. Рассмотрим подробнее створки. Створки представляют собой тонкую, меньше 3 мм, структуру. На этой схеме показано, что она выстлана эндотелием с плотным коллагеном на стороне желудочка, слой фиброза, менее жёстким слоем коллагена и эластина на стороне предсердия, слой атриалис и рыхлой соединительной тканью, между ними представляющий тканевой слой с обильными гликозаминогликанами. Спонгиоза. В этом среднем слое вкраплены клапанные интерстициальные клетки, аббревиатура ТИК. Эти клетки происходят из эндотелия и в норме они не активны, но нужно про них запомнить. Вот то же самое, но на микропрепарате – клапанные интерстициальные клетки. В створках выделяют обычно несколько сегментов или гребней. Обычно обозначают три передних сегмента – А1, А2, А3. А – это от слова антериор . А2 – самый большой из них. Задние сегменты обозначают латинской буквой П – пастериор и нумеруют их в соответствии с примыкающими передними – П1, П2, П3. Ну и для полноты картины – соответствующее обозначение комиссур. Вот еще несколько иллюстраций о нормальной структуре. Обратите внимание, что кольцо тут не ровное, а в виде какого-то седла. На этой модели видно, что сегмент А2 еще больше, чем его проекция при виде сверху. А еще нужно обратить внимание на фиброзное кольцо. Здесь анатомия фиброзных колец уж как-то сильно упрощена. На самом деле, фиброзный скелет очень интересно устроен. Но в эти дебри мы не будем забираться, хотя они жутко интересные и правда. Из всех дебрей нас интересует вот этот кусочек. Смотрите и слушайте внимательно. Метральное кольцо аннулус фиброзус и прикрепление к нему створки метрального клапана находится как раз там, где заканчивается миокард левого желудочка и начинается левое предсердие. Почему я обращаю на это внимание? Потому что при пролапсе это прикрепление может быть смещено и находиться вовсе не там, где заканчивается миокард левого желудочка. Точнее, он заканчивается раньше из-за фиброза. В русскоязычных источниках я обнаружил слово «дизюнкция», которое просто созвучно английскому слову, обозначающему это смещение. Позже в лекции нам нужно будет про это вспомнить. Обычно в обзорах про ПМК сообщают, что у большинства пациентов клинические проявления, такие как при пороках, отсутствуют. Ну, это не значит, что метральная регургитация гарантированно не разовьется у какой-то части пациентов. Чтобы не было так просто, хочу сообщить о данных фрамингемского исследования, о данных пятого цикла исследований потомков Офф Спрингстаде. В нем обнаружили, что пациенты с недиагностической морфологией ПМК имели общие анатомические особенности, а также более частую, более высокую частоту метральной регургитации по сравнению со здоровым контролем. И показали исследователи, что ПМК может развиваться в течение периода от 3 до 16 лет. Вот такая схема предложена. Стадия А, которая длится годы. Это просто носительство генов. Тут показано, что задняя створка по длине меньше, чем передняя. Их смыкание или, как еще говорят, кооптация в районе одной трети диаметра кольца. Стадия Б – недиагностические морфологии. В те же годы изменение соотношения размера створок. Обратите внимание, задняя створка П, пастериод, увеличилась. И кооптация смыкания. Вместо нормального расположения на одной трети ближе к задней створке кольца происходит посередине. Кроме аномальной кооптации к недиагностическим морфологиям относит минимальное систолическое смещение. Стадия С – пролапс. Годы или месяцы до наступления следующей стадии Д, когда имеется метральная регургитация. Д1 – слабая или умеренная, а Д2 – тяжелая. Некоторые авторы утверждают, что выводы эти требуют подтверждения и необходима осторожность в том, чтобы предоставлять ли информацию пациентам о неодиагностических морфологиях в таком случае, и требуют ли они вообще клинического и исследовательского внимания. Стопроцентной уверенности в этом на сегодняшний день нет. Пролапс метрального клапана является результатом систолического движения части или частей сегмента или сегментов створки или створок метрального клапана в левое предсердие во время систолы левого желудочка. Центральной проблемой, как вы поняли, является изменение физических свойств створок и или хорд. Метральный клапан представляет собой динамическую структуру, в которой обмен белка и ремоделирование продолжается на протяжении всей жизни. Отчасти под действием трансформирующего фактора роста бета. Активация его происходит, например, при синдроме морфана. Клапанные интерстициальные клетки, на которые я обращал ваше внимание, могут пролиферировать в миофибробласты, которые секретируют избыток матриксных металлопротеиназ и того же самого трансформирующего фактора роста бета. Они же продуцируют гликоз аминогликаны в слое спангиоза, приводят к фаргументации тканей и в атриалис и в фиброза. В свою очередь это снижает прочность метрального клапана на растяжение, делая его склонным к пролапсу в левое предсердие при повторяющемся приложении желудочкового давления, которое также влияет на ТФР-бета. Этот фактор, кстати, в последнее время широко изучается, надежды на него возложены большие, в том плане, что можно что-то выяснить по профилактике прогрессирования пролапсу метрального клапана. К гибкому метральному клапану относят и расширение площади створок, и расширение кольца, и удлинение или разрыв хорд. Поскольку, как я уже говорил, имеются дискуссии и споры, то и терминология в литературе присутствует совершенно разнообразная. В ряде публикаций спектр патологий, ассоциированных с пролапсом и регургитацией, обобщают термином дегенеративная метральная регургитация. В ряде публикаций пишут о дегенеративном метральном пролапсе и относят к нему фиброэластический дефицит и болезнь Барлоу. Чаще всего авторы убеждают нас, что это два разных состояния, но есть и те, кто объединяет их в одно. В ряде публикаций пишут гибкие метральные клапаны и пролапсометрального клапана через косую черту. В ряде публикаций встречается выражение, что выбухание створок в систолу аневризматическое. Давайте рассмотрим несколько микроскопических снимков при болезни Барлоу и фиброэластическом дефиците. Для начала нормальный клапан – окраска пентахром муват. При такой окраске коллаген становится желтым, эластин – сине-черным, муцин и протеогликаны – голубым. Справа и слева разные участки, сверху и снизу разные увеличения. Можно разглядеть три слоя, про которые нам уже известно. Теперь болезнь Барлоу. Слой спангиоза расширен с рыхлым аморфным внеклеточным матриксом, положительным на протеогликаны. А вот коллаген в слое вентрикулярис окрасился меньше. Эластин фрагментирован. Клапан при фиброэластическом дефиците. Тут спангиоза, наоборот, разве-то мало. Тонкая. Интересные электронные микрофотографии. Они не с суперувеличением, а сканирующие. Это позволяет получить представление о поверхности. Вот нормальная поверхность клапана. А это при гибком метральном клапане. Имеются глубокие борозды и, по всей видимости, это может предрасполагать к инфекционному эндокардиту. Впрочем, относить ли пациентов с ПМК к группе повышенного риска инфекционного эндокардита, до сих пор не ясно. Литературные данные противоречивы. Перейдем к макроанатомии. Вот опять норма. Вид сбоку. Вот вид сбоку при гибком метральном клапане. Опять нормальный клапан. Что тут важно? Расстояние от кольца до свободного края передней створки метрального клапана по крайней мере в два раза больше, чем расстояние от задней створки. Соотношение примерно два к одному. Это соотношение изменяется при гибком клапане или пролапсе из-за увеличения задней створки. Я про это уже говорил, только картинка была в другой проекции. Это аномальная коаптация. Патологические исследования показали, что пролапс ограничивается задней створкой в 67% случаев, передней створкой в 10% случаев и обе створки поражены в 23% случаев. Несколько интероперационных изображений скорее исключения, чем правило. Вот вегетация по стрелке из-за инфекционного эндокардита плюс утолщение и пролапс А3. А на этом снимке мы видим утолщение сегментов P2, P3 и даже, как вы можете убедиться, задней комиссуры. То есть бывает пролапс передней и задней створки. Я хочу обратить ваше внимание на одну статью в европейском журнале «Сердце». Она уже не очень современная. 2010 год. Название у неё «Революция практики в дегенеративной метральной регургитации». Её авторы Адамс из США и коллеги из Австрии и Швейцарии. Дополнительно, к ранее имеющимся четко описанным фиброластическому дефициту, здесь аббревиатура FED, на русском и на Орлоу, предложили ещё два состояния. Первое – FED+, это когда к фиброэластическому дефициту, вызывающему пролапс какого-то сегмента или створки, присоединяется её ещё миксоматозное поражение. И формефруст – это французский термин, он обозначает неполное развитие заболевания. Идея в этой статье стала довольно популярной, а сама статья приобрела большую цитируемость. Современные авторы пишут о континууме от фиброэластического дефицита до болезни Барло. Вот пример иллюстрации на эту тему в современном обзоре про 3D через пищеводную эхографию метрального клапана. Итак, если вначале пришли к тому, что есть не просто дегенеративная регургитация, а две разные патологии – фиброэластический дефицит и болезнь Барло, то затем спектр патологий пополнился ещё двумя состояниями – фиброэластический дефицит плюс и формефруст. Потом заговорили о континууме. И вот вам самая-самая современная статья из тех, что я изучил на начало 2022 года. Называется она «Гибкий метральный клапан через черту пролапс метрального клапана. Сложное явление с множественными генотипами и фенотипами». Авторы из Греции. Я приведу только пару цитат. Первое. Гибкий метральный клапан и его пролапс считается преимущественно наследственным нарушением соединительной ткани и, таким образом, термин «дегенеративная метральная регургитация» не уместен и относится к эпохе, когда знания об этом заболевании были ограничены. Ну как тут поспоришь? Если у вас есть аргументы против этого высказывания, напишите мне, пожалуйста, сообщите. Вторая цитата. «Поскольку есть континуум между двумя состояниями, то вместо терминов фиброэластический дефицит и болезнь Барлоу следует использовать термины диффузное и локальное утолщение». И продолжение цитаты тоже убедительно. «При диффузном утолщении и при локальном есть некоторая вариация в экспрессии генов, но имеется, тем не менее, перекрытие в этой экспрессии». В общем, эти греки очень хорошо отстояли свой термин «гибкий метральный клапан». Есть несколько концепций, которые нужно учитывать, чтобы лучше понимать механизмы изучаемой нами болезни. Так, например, есть современная концепция третьей камеры. Третью камеру образуют выпадающие в левое предсердие и занимающие часть ее полости за метральным кольцом растянутой створки. Вот на рисунке 3D реконструкция помогает понять, что объем этой камеры не такой уж и маленький. Во время систолы левого желудочка даже без метральной регургитации определенное количество крови занимает пространство между метральным кольцом и створками. При тяжелом пролапсе количество крови в третьей камере может представлять значительную часть общего ударного объема, что приводит к значительному уменьшению эффективного ударного объема. Посмотрите, с данного прошлую лекцию вы поймете, о чем я говорю. Степень пролапса увеличивается в вертикальном положении, что приводит к увеличению объема третьей камеры и способствует дальнейшему снижению эффективного ударного объема и прямого сердечного выброса. Эти изменения могут объяснить утомляемость и сниженную переносимость физических нагрузок у некоторых пациентов, особенно у тех, которые при нагрузочных тестах показывают меньшую переносимость нагрузки в вертикальном положении по сравнению с горизонтальным, как это было показано в недавних исследованиях. Нужно также знать о взаимодействии метрального клапана и центральной нервной системы. Субэндокардиальная поверхность на предсердной стороне в средней части метрального клапана богата нервными окончаниями, включая афферентные нервы. Это вот иммуногистохимическое исследование, показывающее, что нервных волокон в ткани много, а это схема хода этих волокон. Механические стимулы из этой области, вызванные аномальным смыканием створок у пациентов с гибким метральным клапаном, могут вызывать нарушения обратной нервной вегетативной связи между окончаниями клапана и центральной нервной системой. У здоровых людей расстояние между кончиками сосочковых мышц и кольцом метрального клапана во время систолы всё время остаётся относительно постоянным. У пациентов с гибким метральным клапаном и его пролапсом во время систолы происходит смещение папиллярных мышц, а самое главное их тракция. Тракция или подтягивание миокарда папиллярными мышцами не только может влиять на сократительную функцию левого желудочка, но и, активируя рецепторы растяжения, может ускорить деполяризацию. Нарушения ритма сердца при пролапсе возникают часто. Если метральная регургитация началась, то примерно у половины пациентов через 10 лет после её начала будет фибрилляция предсердий. Это нарушение ритма прогнозируется размерами предсердий. Чем больше предсердия, тем чаще и выражение фибрилляция предсердий. Если при тяжёлой регургитации все звенья патогенеза связаны с предсердиями, то при изолированном пролапсе метрального клапана, то есть без метральной регургитации играют роль желудочковые аритмии. Самую свежую информацию по этому поводу на момент подготовки и записи лекции я нашёл в журнале «Кровообращение». Статья так и называется «Про лапс метрального клапана, желудочковые аритмии и внезапная смерть». Авторы сообщают о клиническом профиле таких пациентов. Обычно они женского пола, преимущественно с двустворчатым поражением, среднесистолическим шелчком, нарушениями реполяризации в нижних отведениях и сложными желудочковыми аритмией с полиморфной морфологией пациента, реанимированного после внезапной смерти. При этом нет значительной регургитации. Среди различных патофизиологических механизмов электрической нестабильности выделяют фиброз левого желудочка в папиллярных мышцах и нижней базальной стенки, дизюнкцию смещения метрального кольца и систолическое искривление – симптом пикельхаубе. На данном примере ЭКГ с неустойчивой ЖТ и морфологией блокады правой ножки пучка гиса, исходящей из нижней базальной стенки левого желудочка вблизи метрального кольца, нижняя ось. Всё это было недавно описано в патологических и магниторезонансных исследованиях сердца у жертв внезапной смерти и у пациентов с аритмическим пролапсометрального клапана. Кроме того, приводятся данные электрофизиологических исследований у пациентов с ПМК и прерванной внезапной смертью. Эти исследования выявили преждевременные желудочковые сокращения, возникающие из тканей Поркинье, которые могут быть триггерами фибрилляции желудочков. Генез злокачественных желудочковых аритмий при ПМК вероятно обусловлен сочетанием субстрата регионарная гипертрофия и фиброз миокарда волокна Поркинье и триггера механическое растяжение, вызывающих экстрасистолы желудочков из-за первичной морфофункциональной аномалии кольца метрального клапана. Вот иллюстрации, представленные в работе, сравнивающие МРТ и гистологию. МРТ с контрастным усилением, трехкамерная проекция. Обратите внимание на интермуральное позднее усиление годолиния в нижней базальной области, прямо под задней створкой клапана. Черной стрелкой обозначено. А теперь гистопатология. Виден миокардиальный фиброз, синее окрашивание, на уровне нижней базальной свободной стенки левого желудочка под задней створкой метрального клапана. Еще один снимок с контрастным усилением на средней короткой оси. Видна белая стрелка. Позднее усиление в популярной мышце. Гистопатология. Фиброз заместительного типа, синее окрашивание, миокарда популярной мышцы. Он тут очевиден. Вот некоторые пояснения по поводу дизюнкции или расхождения или смещения метрального кольца. Вспомним сведения о фиброзном скелете. Не дебри, а их часть, на которую я обратил внимание. Расхождение. Тут имеется ввиду увеличенное расстояние между соединением стенки левого предсердия и метрального клапана и местом прикрепления левого желудочка. Расширение кольца не по диаметру, а по высоте. На схеме показано, как это можно измерить. Но и хограмме то же самое, только стрелка белая. Получены доказательства того, что такое изменение кольца и аритмический ПМК связаны. Оно более выражено при аритмическом пролапсе. Для пациентов с ПМК более характерны изменения на МРТ и при гистологическом исследовании. Еще иллюстрации МРТ. Первый снимок для сравнения у здорового человека. Второй у пациента с ПМК из группы с внезапной смертью. Обратите внимание на белой стрелочке. Тут гистопатология. Первый снимок здоровый человек. Метральное кольцо не изменено. А второй снимок показывает на дизъюнкцию митрального кольца у пациента с ПМК и внезапной смертью. Черная стрелочка. Могу порекомендовать статью специально посвященной этой узкой теме. Название я перевел, как «Аритмический синдром дизъюнкции митрального кольца». Когда читаешь на английском, даже и не задумываешься. Просто понимаешь, о чем тут идет речь. А когда пробуешь пересказать на русском, не всегда получается гладко, с порядком слов. Тем не менее, русскоязычных эквивалентов мне не удалось найти. Наверное, я искал не очень скрупулезно, усердно. Очень интересная статья. Предлагаю изучить ее самостоятельно. Она есть в списке литературы в доп. материалах к лекции. Основная клиническая проблема заключается в том, как выявить пациентов с аритмическим ПМК. Какой метод визуализации и у какого пациента. И как их лечить, чтобы предотвратить внезапную смерть. Необходимы проспективные многоцентровые исследования, посвященные прогностической роли совместных магнитно-резонансных и электрофизиологических исследований сердца. Терапевтической эффективности прицельной катетерной аблации и операции на метральном клапане, в снижении риска жизнеугрожающих аритмий, а также роли имплантируемых кардиоверторов-дефибрилляторов для первичной профилактики. У некоторых пациентов с гибким метральным клапаном, его пролапсом, могут быть симптомы, которые нельзя объяснить только тяжестью метральной реагургитации. Давно уже было постулировано, что функциональные нарушения нейроэндокринной или вегетативной нервной системы объясняют симптомы в этой группе пациентов. Ряд авторов, в том числе авторы самых последних на данный момент работ, помните я говорил про них, что эти греки всех критикуют. Так и пишут безапелляционно, в настоящее время такие симптомы классифицируются как синдром гибкого метрального клапана через черту его пролапса. Есть и другие авторы, их статья вышла всего на несколько месяцев раньше. Авторы из Лондона, они пишут, мол, раньше да, сообщалось о синдроме ПМК, но доказать, что дополнение к аускультативным и эхокардиографическим данным неспецифических симптомов связано именно с ПМК, это вообще-то челлендж. Наиболее частые симптомы у этих пациентов включают сердцебиение, ортостатические явления, ортостатическая тахикардия или гипотензия, обмороки или пресинкопы, сниженная переносимость физических упражнений, усталость, боль в грудной клетке или одышка. Впрочем, я бы назвал это не одышкой, а чувством неудовлетворенности вдохом. Ну, кстати говоря, отличие от одышки, этого чувства прямо в деталях. Я изучил давным-давно ещё, когда занимался кандидатской диссертацией. Так и боль в грудной клетке нельзя назвать стенокардией. Есть термин кардиология. Обычно пациенты очень красочно, ну, не красочно, а скорее мрачно и драматично описывают свои ощущения. Невероятная тоска сжимает сердце, что там скрипёт в душе, так что нечем дышать. Или вот так. Воздуху мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгёт, прям жгёт, как будто жар вон с печи с глотнул. Мы видим в кино явно вегетативное проявление. Но у пациентов с синдромом ПМК подобные ощущения возникают и без психологической травмы. Ладно, симптомы проявляются в широком диапазоне. Средний возраст пациента, у которого их можно обнаружить, составляет около 30 лет. Греки, о которых я говорил, в своих исследованиях нашли, что утомляемость, кардиология, чувство неудовлетворённости вдохом чаще встречались при диффузном утолщении створок клапанов и исчезали после оперативного вмешательства на клапане. А вот сердцебиение оставалось постоянным. Причина этого сердцебиения точно не определена. Неясно, осознавали ли пациенты учащённые удары сердца или имели преждевременные сокращения предсердий или желудочков, которые воспринимались ими более чувствительно по сравнению с тем, как воспринимает это остальное население. А вот уважаемые авторы из Лондона в своём аналитическом обзоре сообщают, что как раз сердцебиение является тем состоянием, которое связано с ПМК. А вот связи с атипичной болью в груди, одышкой, панической атакой или тревогой не выявлено. Мол, даже фроменгемское исследование подтверждает эти слова. Тем не менее, уже давно продемонстрировано повышение адренергического тонуса у пациентов с ПМК. Пациенты имеют гиперчувствительный ответ на адренергическую стимуляцию, которая воспроизводит симптомы у большинства пациентов. Этот ответ может быть связан с полиморфизмом бета-1 адренорецепторов. Это и греки сообщают, и британцы. Нельзя отрицать, на мой взгляд, что часто у пациентов с ПМК даже при отсутствии регургитации снижена толерантность к физической нагрузке. Ну и вспомним про третью камеру, нервные окончания в сворках, тракцию сосочковых мышц. В общем, не всё однозначно. В практической деятельности достоверно доказать связь указанных симптомов с синдромом пролапса метрального клапана действительно непросто. Челлендж. Специалисты, которые этим занимаются – это неврологи-вегетологи. Впрочем, я так считаю, что учебник по вегетативным расстройствам под редакцией Вейна стоит изучить всем выпускникам лечебных факультетов. Патофизиологию метральной регургитации, её последствия, тяжесть, диагностику, консервативную терапию мы разобрали в прошлой лекции. Посмотрите то, что касается первичной регургитации. Всё те же явления. Дилатация, дисфункция левого желудка. Для бессимптомных пациентов с нормальной фракцией левого желудочка и синусовым ритмом, получающих консервативное лечение, рекомендуется такое же регулярное и тщательное наблюдение. Эти пациенты должны находиться под наблюдением каждые 6 месяцев, включая выполнение повторной трансторакальной эхокардиографии, в идеале в клапанном кардиологическом центре. В через пищеводной эхокардиографии при регулярном наблюдении этих пациентов необходимости, в общем-то, нет. Проблемой является раннее выявление среди большого числа пациентов с эхокардиографически определяемым ПМК, без симптомного пациента, который имеет высокий риск развития тяжелых желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти. Понятно, что имеет смысл тщательнее обследовать пациентов с ПМК и тревожными сигналами, в частности, с аритмиями, со смещением этой дизъюнкцией метрального кольца. Возможно, будет полезным МРТ с контрастированием или Т1-картирование. Во всяком случае, необходимо пристальное наблюдение за аритмиями. Прогностическая значимость индуцируемой аритмии в электрофизиологических исследованиях среди пациентов с ПМК неизвестно пока, и следовательно, тест не может быть рекомендован в качестве рутинной процедуры в процессе стратификации риска. Ну, заметьте, в качестве рутинной. Интересное клиническое наблюдение недавно опубликовано в журнале «Кровообращение. Сердечно-сосудистая визуализация» под названием «Скрытая опасность пролапса». Авторы описывают 25-летнюю женщину с сердцебиением и систолическим шумом. ЭКГ была нормальной. 24-часовое холтеровское мониторирование, проведенное в бессимптомный день, тоже ничем не отличалось. Трансторокальная эхокардиография показала пролапс двустворчатого метрального клапана с лёгкой регургитацией. Обнаружен высокоскоростной систолический сигнал на латеральном участке кольца метрального клапана при тканевой доплерографии, так называемый симптом Пикельхаубе. Этот симптом является эхокардиографическим маркером риска, связанного с ПМК нарушения ритма. Поэтому была проведена магниторезонансная томография сердца. При МРТ сердца было подтверждено наличие лёгкой метральной регургитации из-за пролапса двустворчатого клапана и выявлена гипермобильность аппарата метрального клапана с парадоксальным систолическим увеличением диаметра метрального кольца. Обнаружена дизюнкция метрального кольца. Хотя пороговое значение расстояния этой дизюнкции неизвестно, считается, что если она больше 4,8 мм, это часто связано с фиброзом миокарда, а если больше 8,5 мм, с повышенным риском аритмических событий. И кроме того, функция миокарда, прилегающая к выпавшим листкам, особенно заднему, была увеличена с фокальной гипертрофией латерального базального сегмента, так называемое скручивание. Изображения с поздним усилением гадолиния показали мезокардиальное позднее усиление с увеличением нижнелатеральных, нижних и септальных базальных сегментов. Мэппинг, связанный с нативными значениями Т1 выше нормы, свидетельствовал о диффузном увеличении интерстициального фиброза. Всё выше указанное было расценено как высокий риск значительных аритмических событий. В связи с этим пациентке было проведено электрофизиологическое исследование, которое показало положительную индуцируемость фибрилляции желудочков двумя экстрастимулами. Для первичной профилактики был имплантирован кардиовертор-дефибриллятор. Через два года спонтанная фибрилляция желудочков была обнаружена и вылечена одним разрядом ЭКД после неудачной антитахикардической стимуляции. Сам разряд тут не показан. Конкретные рекомендации по лечению аритмического ПМК до сих пор отсутствуют. У пациентки в данном наблюдении, несмотря на отсутствие отрицательных зубцов Т на ЭКГ, которые должны рассматриваться как признак злокачественного ПМК, были другие признаки высокого риска. Симптом Пиккельхаубе, дизъюнкция метрального кольца, систолическое закручивание и тяжелый фиброз левого желудочка при позднем усилении гадолинием. По этим причинам было проведено электрофизиологическое исследование и имплантирован ЭКД. Таким образом, авторы утверждают, что мультимодальная визуализация нужна для стратификации внезапной смерти и ее эффективной первичной профилактики. Если после мультимодальной визуализации выявляются факторы риска, то нужно проводить электрофизиологическое исследование. Если индуцируется житая или фибриация желудочков, то нужно имплантировать ЭКД. Надеюсь, мне удалось дать представление о современных знаниях про гибкий метральный клапан и его пролапс. За бортом осталась обширная информация о генетике и фенотипическом полиморфизме. Это, возможно, и не входит в программу, но ссылку на рекомендуемую статью я привел все-таки. Она в списке литературы в дополнительных материалах, которые, как обычно, можно скачать. Как вы поняли, мои лекции хоть и объемные, но в открытом доступе только лишь демонстрационный вариант. Разделы не все и имеющиеся кое-где сокращены, а вот полные версии, доступные в рамках после дипломного образования. Когда и где они состоятся, я укажу на моем веб-сайте в разделе «Расписание». Веб-сайт гуглится легко по словам «Доктор Посохов». Для социального взаимодействия там есть все, так что мы всегда на связи. Смотрите мои следующие лекции. Редактор субтитров А.Семкин